Всем привет! Лен, подходи давай. Это советник министра. Когда мы принимали решение, на самом деле... Во-первых, спасибо, что пригласили. И Егор, тебе особенно. Спасибо. Лёша... Где Лёша? Где тут так? Где тут тут? Лёша, привет. Вообще всем привет. Когда мы принимали решение, потому что у нас сегодня конец года, много соревнований и событий проходят. Вот сегодня в Киеве проходит чемпионат мира по хоккею среди юношей. Финал Комбат Гейнс тоже в Киеве проходит. Но мы подумали, решили приехать сюда. Я думаю, здесь самое интересное, что сегодня происходит в этой стране. Я буду говорить украинскую мову. Спасибо, что пригласили. Спасибо, Егор. Если бы не Егор, у нас бы тут не было, честно. И хочу сказать дякую Фейсбуку за то, что он объединяет людей в Украине, за то, что мы с Егором познайомились и начали говорить о реформе, которую мы сейчас все разом створяем. И сподіваюсь, что сегодня мы тоже слышим какие-то моменты, которые нужны в регионах. В Харькове мы только что спілкувались именно про место, что есть в городе, какие есть инициативы, которые нужно поддерживать из Киева, а на которые нужно сравнивать с другим местом. То есть мы будем очень благодарны за фидбэк от вас. И я хочу добавить, что когда мы думаем, что говорить, я сейчас вам крупно скажу, как все это выглядит. Представьте себе, что вы все, это такая, знаете, такой есть принцип муха на стене, да? Не слышали, Мартин? Вот всю вашу культуру собрать всех-всех вместе, собрать в кулачок сжать и вот так раз на стенку. Это такая классная, ну, муха на большой стене. Вокруг вас происходит масса событий, и вы где-то должны находиться. Вы ищете свое место, вы нашли практически свое место. Мы хотим показать, как мы видим, где вы можете коннектиться к той системе спорта, к той системе государственного управления. И вообще мы посмотрели на всех, на ваше движение чуть-чуть по-другому, как это было раньше. Поэтому, собственно, мы и здесь, и у нас есть большой интерес к вам. Ну, начнем, кто командует. Да, есть в принципе, если говорить вообще о системе развития спорта, да, то есть три системы, в принципе, есть. И мы вот сейчас находимся в состоянии, когда система развития спорта в стране, она такая зависшая, она еще не перешла, ни в одну из, вышла, допустим, из примерно китайской, не долетела до американской, до европейской. И вот сейчас мы такой в поиске этой системы. У каждой есть свои преимущества, недостатки, но у нас, как таковой системой, сложившейся сегодня, она не соответствует никакой из них. Поэтому мы сейчас находимся в поиске. Традиционно, как выглядит сейчас. Есть олимпийские виды спорта, все знаем, смотрим телевизор иногда. Есть не олимпийские, есть технические. Казалось бы, это все замкнутый цикл. Я скажу, что за последние три месяца нашей работы, нашей изучения, как это все работает, оказалось, что есть еще жизнь. И она не заканчивается на олимпийских играх, на комбатах и так далее. Это есть вы, урбокультура, и есть киберспорт. И вот это те направления, которые мы сейчас, ну, мы считаем, что наш самый большой успех на сегодняшний этап, на следующем этапе нашего планирования. Мы добавляем в нашу работу два новых направления. Такого раньше в министерстве не было в принципе. Это направление урбан и направление киберспорта. Поэтому я честно скажу, это благодаря вам, ребят, это благодаря вашим представителям. Опять же, тот же самый Егор, будет все время перевачиваться несколько раз, наверное, спать не будет. И вам большое спасибо за это. Что мы еще задумали? Как-то так всегда было, не знаю, вам это интересно или нет, но так всегда было. Все планирование проходило в стране на год, как годовой бюджет. На год, на год. Никто не думает вот чуть-чуть дальше. Мы сказали, как можно делать стратегию на год вообще. Мы все из, в принципе, из бизнеса. Вот наша команда, которая пришла сейчас в руководство министерства, все из бизнеса. И по-другому, ну невозможно думать вообще, как можно думать на том, что делать завтра. Хотя бы увидеть там послезавтра, а лучше еще забросить за горизонт удочку, чтобы куда-то двигаться. Поэтому мы как минимальный срок планирования определили там три олимпийских цикла. Это 12 лет. Я думаю, что вот этим мы сейчас будем заниматься. И я вам скажу, что в ближайшее время, буквально в среду, у нас будет первая презентация нашего концепции, нашей стратегии на Верховной Раде. Ну, тем, кто нас видит, кто нас ждет там. Всем привет. Другая. Так. Сегодня первая. Да, кстати. Так, я почну про нашу стратегию, яку мы сейчас обговорюем, починаем обговорювати. Вона разделяется на 5 векторов. Мы провели больше 30 встречей, там, стратегических сессий, больше 350 людей прийняло участь. И из регионов приезжали. И мы, так, пробивши всю информацию, зрозумели, что нужно рухаться в 5 направлениях спорта в стране. Первый из этих направлений, и он сейчас главный, потому что есть такая политика сейчас, держава приезжает. Что на первое место у нас виходит физическая активность, не лише здобутки медальні, а физическая активность здоровья людей. Что каждая людина, каждый украинец мает понимать важность своей физической активности, своего здорового образа жизни. И что на протязи всего жизни человек является активностью, но в каждой фазе своего жизни она выбирает разные виды активности. В детстве до третьего века, пенсионеры, они тоже должны быть активными. Чтобы государство не витрачало миллиарды денег на лечение людей, мы намного дешевше для каждого государства. Особенно те европейские страны, на которые мы ориентируемся, Британия, Польша, Эстония, которые имеют очень большие дебюты в активности, они витрачают больше денег на физическую активность, на спорт, и меньше денег на лечение, на профилактику через физическую активность. Главная цель этого вектора – это создать умовы, чтобы 100% населения Украины мали возможность быть активными. То есть, государство создает умовы, а уже человек сама выбирает, какая будет ее активность. Наступный вектор государства – это качественные изменения в спорте лучших досягнений. Мы не говорим, что нам не нужны медали взагалі, потому что ролевая модель, которую мы можем использовать через наших чемпионов в любом виде спорта. Для каждого дитина – это приклад, для каждого человека – это приклад, если этих спортсменов не показывать просто, что они там качаются или бегают. Каждый спортсмен – это приклад для молодого поколения, как себя вести, как использовать их опыт, показывать через медиапроекти, как быть успешными, как поступать в разных ситуациях. Через ролевую модель мы можем выховывать новое поколение активных, здоровых людей, которые знают, как достигать успеха, которые видят цели и которые идут до этих целей, а не живут просто без целей. Розвиток спортивной инфраструктуры за международными стандартами, возможно, вы скажете. Недавно мы сделали такой анализ. Вот пример вопрос к вам. Сколько объектов инфраструктуры сегодня, на какую сумму строится в Украине, которая не закончена еще? Есть идеи в сумму, в дом, в деньгах? Где уже распочатое строительство, но не закончено. В сумме? Миллиарда. 17 миллионов евро. Большинство миллиардов. Еще варианты есть? Миллиард долларов. Ребята, удивитесь, около 100 миллиардов гривен. Сумма, которая сегодня надо завершить, просто начатая, около 100 миллиардов гривен. Вопрос самый страшный. Представьте, что мы построили, нашли эти деньги, построили. И у нас есть теперь инфраструктура на 100 миллиардов гривен. Вопрос. Какие соревнования международного класса можно провести в этих спортивных сооружениях? Практически никакие. Поэтому этот вопрос сегодня стоит номер один вообще. И вот мне сегодня показали, Алеша с Егором показали ваши конституционные разработки, то, что вы делаете. Это пример, как надо поступать с каждым проектом. С каждым. То есть что у нас сегодня… Или там дальше будет, Лена, еще, да? Нет. Что у нас происходит сегодня с инфраструктурой? Вот если говорить по стандартам, вы абсолютно с вашими партнерами финансовыми сделали правильный процесс. Вы прошли путь к такого концептуального планирования, такого мастер-плана прошли. Это абсолютно такой правильный подход, который должен быть с любым проектом. Что такое мастер-план? Это время подумать. У нас сегодня в государственной системе отсутствует такой стандарт на подумать. У нас сразу начинают проектировать. Не говорим о том, что у нас в нормативах нет международных стандартов федерации. Это само собой же. Главная ключевая вещь – не дается возможность подумать, что сделать с объектом. Какие там будут соревнования, какая будет эксплуатация, какие будут группы потребителей, какие будут спортивные ивенты, какие неспортивные ивенты, зачем вообще это надо. Горизонт планирования, горизонт реновации – это все, в принципе, отсутствует. Поэтому, когда мы говорим о производстве в структуре, мы должны заложить правильный стандарт, как это будет жить. У нас вот этого нет. И то, что вы сейчас сделали, это вообще круто. Это пример для всех. Мы обязательно покажем то, что вы сделали на всю страну. Это прецедент из Харькова называется. Привет, Харьков. Еще один вектор, четвертый – это упорядкувание экосистемы спорта. Это то, что сейчас не работает. Это какие-то люди, которые просто находятся в структуре, которые ни за что не отвечают, которые не имеют необходимого опыта в развитии. Это просто проедание коштей. Мы хотим створить такую экосистему, в которой каждый будет знать свое место, в которой будут горизонтальные связки, когда федерация между собой спілкуется, когда места между собой делятся досвидом, знают, что в соседнем месте происходит. Это, в целом, упорядкувание всего и законодательства. Сейчас, когда мы начали делать изменения до законодательства, юристы работали, есть закон про физическую культуру и спорт, который мы будем изменять в следующем году. Когда мы начали разбираться, что нужно будет изменять после того, как мы изменим закон, виявилось, что есть более 1600 нормативных акций, в которые нужно будет внести изменения после того, как мы изменим закон. Столько много документов принято, которые еще, не знаем, сколько лет нужно будет скасовывать, новые делать. И никто никогда этого не исследовал и не понимал, как это все работает. Хотела что сказать? Стимулювание развития индустрии спорта. Это, на мою думку, главная часть, которую имеет на методе реализация нашей стратегии. Это запуск всей индустрии, чтобы спорт был прибутковым, чтобы государство давали такие фискальные стимули, которые будут помогать легко увезти спонсору, которые будут помогать каждому человеку. Я хочу добавить здесь, по поводу индустрии. Как-то на финансо-банковском форуме я читал доклад о спорте. Вот представьте себе картину. Во-первых, Раймонд сказал сейчас крутую вещь. Это хобби или бизнес? Да, это вообще то направление, в котором нужно двигаться. Вот сейчас как раз ваша культура в стадии перехода от хобби к бизнесу, а украинский спорт пока еще больше хобби. Там еще нужно поработать, чтобы он стал бизнесом. Вот картину, представьте себе, как это выглядит. Допустим, 40 миллионов человек. Украина. 40. Есть совершенно разные отрасли, где люди занимаются делом, зарабатывают. Есть спортивная отрасль, где умные, здоровые, сильные, мужчины и женщины приходят к бюджету и говорят, денег дай. То есть не дают услугу, имея здоровье, знания, не продают себя, компетенции свои, а приходит целая отрасль и говорит, денег дай. И вся эта легенда облачилась, такой модуль называется «Мы социальная служба». Ребят, да мы не социальная служба. Мы услугу не даем. Сегодня медицина уже платная стала, образование платное стало, ну, в участии. Не может такого быть, чтобы весь спорт был бесплатный. Он не может в принципе быть. В стране, где, по-моему, 13 миллионов пенсионеров, где детей 4 миллиона, где студентов, по-моему, там 500 или 100 тысяч. Добавить еще и на спортсменов несколько миллионов, которые ходят на работу, тоже социальные деньги. Вопрос, а кто будет зарабатывать вообще? То есть может нам такой спорт вообще не нужен? Я говорю сейчас страшные вещи, но это на самом деле анализ. Потому что в какой стране мы живем? Или мы будем все тратиться? Да, нам важны, сверхважны медали. Но государство не работодатель. Государство это дает возможности. А все остальное уже должна индустрия сама отрабатывать свою часть. Это я... А, теперь моя часть уже. Ключевые изменения, что мы хотим. Смотрите. Сегодня у нас, как у нас так заложено по закону, государство отвечает за спорт. Регулирует, примет политику. У нас все делает государство. Вся ответственность за спорт наносит на государство. Это нонсенс. Поэтому наше ключевое изменение, и это будет законе спорта, что министерство, как государственный орган, только формирует политику. Реализовывает политику, будет агентство спорта. Но отвечают за спорт, это федерации. У вас федерация? Нема? Е. У вас федерация все равно. Она Е. У вас есть федерации, и вы отвечаете за развитие. Не Леша отвечает за развитие, не министер отвечает за развитие. Это вы отвечаете за развитие спорта. Это вы говорите, это наши правила, это наши турниры, это наши соревнования. А дальше вопрос. Мы хотим теперь вот здесь выстроить с вами отношения. Это мы хотим. Если вам это надо, вы это делаете. Не надо, не делайте. Сегодня мы приходим и говорим, ребят, нам вас не хватает. Поэтому мы нуждаемся в вас, потому что у нас есть цели, у государства. В первую очередь, помните, там у нас есть здоровье. Если вас не будет, если мы не будем сотрудничать, мы ничего не сделаем. Мы не можем вас заставить, как делать сейчас. Как только начинаем заставлять, вводите условия, дайте денег. Понимаете, да все. И не работает дальше уже. Попали мы такое в клинч. Нет столько денег, нет инициативы. Замерло. Поэтому меняем принципиальную систему. Вот здесь формируют политику, вот здесь отвечают за реализацию. Это заказчик, это исполнитель. Когда исполнитель точно знает, что он отвечает, вы точно знаете, что вам делать. Это у вас рождаются проекты, это у вас рождаются лидеры, это у вас рождаются здесь индустрия ваша. Поэтому это просто круто. И вторая часть это клубы. Причем клубы, если вы знакомы с системой сегодня, то у нас сегодня федерации образованы, состоят. В основе федерации это частное лицо. Мы хотим, чтобы клуб стал основой федерации. Не частное лицо. Это принципиальное институциональное изменение. Когда вот здесь есть объединение, тогда это объединение в виде клуба, ДСШ, фитнес-клуба, неважно. Это объединение лиц, сформирующее позицию и точно влияющее сюда. Потому что когда здесь стоит один человек в основе федерации, один человек не может сильно влиять. Тут всегда может организоваться орган, который всегда одного человека переубедит. Но когда стоит клуб, это принципиальная разница. Это вообще переворачивает всю систему управления спортом. Ну так, и клубы разной формы власти. Место может открыть, ДСШ, сделать клуб. Просто это будет одна назва, она будет иметь однаковые условия. И финансировать, сможет, место сможет финансировать, как приватный клуб, если там есть дети, и вы хотите надавать такую услугу. И так же, коммунальная ДСШ может получать деньги от родителей, если это не социальные дети, например. Да, это очень важная часть, часть, да. Здесь, в этой части, мы сравниваем права всех субъектов. И будет одно слово, клуб. Сегодня там видите, что у нас сегодня есть. И ДСШ, и ШВСМ, и ФСТЛ. Кто не знает, лучше не знать. И ровный доступ до инфраструктуры. Например, в Киеве есть монополия. Это только ДСШ мают первое право орендувать помещение в школе. Если ты не працевник, не тренер ДСШ, ты просто не зайдешь в школу взагалі. Тебе просто не пустят. Держава изменит державный запит на здоровье и гордость нации. Мы это попередно сказали. Это главная идея всей реформы, что мы хотим гордиться нашими спортсменами, кращими. Мы будем их подсвечивать, допомогать и федерациям подсвечивать этих лидеров. И здоровье нации на первом месте. Три этапы мы находимся... Я могу дополнить сейчас немножко, Лена, извини, пожалуйста. По поводу здоровья и гордость. Давайте я немножко объясню сейчас чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть. Лена правильно сказала все. Вот смотрите, сегодня государство говорит, нам нужны медали. Чтобы что? Медали, чтобы что? Чтобы? Правильно. Давайте мы сменим акценты. Нам нужно нести информацию о нашей стране в мир. Нам нужна гордость. Нам нужен запрос на гордость. И вторая часть – запрос на здоровье. Это две ключевые вещи. Не говорим мы о медалях, о соревнованиях, об олимпиадах. Это все в том числе. Нам нужна четкая позиция, за что платит государство и заказывает. Нам нужна платим за гордость нации. Кто готов исполнить этот заказ? Отлично. Для этого есть способы, для этого есть инструменты, для этого есть ресурсы у государства. Мы говорим, у нас есть для этой части такой-то бюджет, кто за. Дальше вступает у нас предыдущий слайд федерации, пошла работа дальше уже. Вторая часть, второй бюджет направления – на здоровье. И дальше включает уже следующий запрос. Кто готов? И тут уже большая часть вас подключается точно. Это клубы, это все, это опять те же самые федерации. Но очень важная вещь. Когда мы говорим, какой запрос, какой заказ, такая появляется ответственность. Это две принципиальные вещи. Потому что сейчас у нас ответственность размытая. У нас все за все и ни за что. Такой элемент социализма. Поэтому, когда мы говорим о этих вещах, мы четко понимаем, что мы хотим заказать. Перший этап начнется с 1 сечня. Это пошук власных шляхов и трансформація. Это, в принципе, начаток реформи. Найскладнейший будет 2020-2021 год, когда все будут перевчаться, когда будут понимать, какие новые правила. И с 2021 года уже будет новый вид финансирования. 2020 год, он перехидный, он навчальный. Мы будем помогать всем субъектам перейти на новые правила. До 2023 года, это кинец работы уряда и подготовка до Олимпийских игр в Париже. То есть мы будем понимать уже в 2023 году, что успешная будет подготовка украинской сборной в Париже, или нет. Так как сейчас мы не можем впливать на то, как выступит украинская сборная в Токео, потому что это работа предыдущих многих лет. Мы сейчас работаем наперед, закладываем фундамент того спорта, который мы увидим в 2022 году, когда весь этот этап будет пройден. Могу добавить здесь, что мне сегодня спрашивают, почти каждый, где я начинаю говорить о будущей реформе, мне спрашивают, а вы уверены, что вы не ошибетесь? Я говорю, нет, я уверен, что я ошибусь. Я 100% уверен, что я ошибусь. И все мы ошибемся точно. Просто мы, смотрите, система работала 100 лет. Реально система настраивалась 100 лет. Мы даем себе отчет, что у нас вот здесь вот мы все продукты, то есть система в большинстве. Ну, есть немножко меньшее, но наши родители точно. Поэтому мы должны из себя это вытащить и просто пережить. И мы точно будем ошибаться. Потому что вот в этом периоде, когда мы говорим о поиске, да, о поиске своих путей, вот это вот, это годы ошибок. И мы, вот, 100% мы ошибемся. Вопрос дальше. Мы имеем шанс дальше исправить ситуацию? Конечно, мы имеем, от нас зависит, если мы хотим. Мы 27-28 лет не пытались ничего исправить. Вообще не пытались. И мы всем говорим, у нас все работает. У нас все в порядке. У нас система, вы можете все испортить. Конечно, мы должны все испортить. И 100% будет испортено сначала. Но если мы не перейдем на это и не запланируем наши действия, потому что горизонт, планированный в один год, значит нет горизонта планирования. Мы точно ошибемся. И ничего не сделаем дальше. Мы убрали цифры. Честно, было. Мы находимся с… Не буду скрывать. Мы цифры имеем предварительные. Мы убрали последний момент сегодня уже прямо перед самым. Могу объяснить почему. Потому что цифры на сегодняшний день мы согласовываем с министром. У нас идут с ними сессии. Анисация президента. Лично президент участвует. Сразу скажу, что… Ну, не хочу сглазить, но я бы хотел поработать с таким президентом дольше. Реально вникает в каждое дело президент. Реально в каждый проект вникает. Причем мы же считаем себя. Мы же приходим тоже. Мы же специалисты. Мы же там из спорта. Мы же там все знаем. Приходим. Раскладывает по частям. Ставит новые задачи. Побежали переделывать. И так три раза уже. То есть реально работает, включается неудивительным образом. Цифры с премьер-министром ничего не согласованы. Поэтому… Но что точно знаем? Каждый год идет увеличение. Это знаем точно. Поэтому, извините, мы сегодня просто неуполномочены. Эти вещи нужно согласовывать с Кабмином. Ну и главное, что это не лишь будет бюджетное финансирование. Да. Еще один момент очень важный. Да. Мы вот будем в среду обсуждать на комитете по спорту Верховной Рады, будем обсуждать вопрос разных точек финансирования. Это очень важный момент. Я вам наведу сейчас цифры, которые известны. Сегодня общий бюджет спорта в стране 11 миллиардов. Из них 3,7 за 2019 год – это финансирование спортивных федераций видов спорта, министерства спорта. Государственный. Государственный фонд. Это 7 миллиардов бюджета. Местные бюджеты. Местные бюджеты, да. Это вот примерно так. Плюс финансирование 3 миллиарда, около 3 миллиардов – это спорт профессиональный, баскетбол, футбол. И 7 миллиардов – это фитнес. Это круто вообще, что у нас сегодня уже 40% спорта в Украине финансируется частными лицами. Это очень круто. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Поэтому мы отрабатываем вопросы лотерей, сегодня отрабатываем вопросы налоговых стимулов. Ну вот, пожалуй, два основных у нас таких источника. Ну, если взяти взагалі индустрию и одяг и все, что связано с спортом, это где-то 50 миллиардов гривен на рік. Сегодня уже оборот. Мы хочем обиджи. Ну, это то, о чем сегодня вам рассказывал, наверное, УКФ, да, Украинский культурный фонд. Значит, никогда в Украине в спорте не было отдельного такого фонда. И наша цель – это чтобы у нас был свой фонд со своими источниками финансирования и как он будет работать. Вот это вот то, как раз чего не хватает украинскому спорту. У нас такая система забюрократизированная. Министерство спорта, областные управления, районные управления, ну и там дальше пошли, куда-то добежали. Что мы хотим сделать? Вот этот фонд управления, вот центральное управление. Каждый из вас имеет право прийти со своим клубом напрямую, без областного, районного, городского, напрямую заявить свой проект и иметь возможность его финансирования. Это вот принципиально для чего он делается. Ну и коротко пройдемся вообще для чего это делается, да. Вот у нас поставлена задача, такая сверхзадача. 40% населения должно заниматься регулярно физактивностью. Это вообще про вас. Это то, для чего мы пытаемся с вами договориться. Да, мы сегодня здесь и мы хотим, чтобы вот эта часть как раз за счет вас и продвигалась. Потому что физактивность – это не только спорт. Почему мы сказали, там были три вида спорта, видели там, да, сначала, а потом еще добавляется два. Вот мы два дня назад встречались с такими же коллегами из киберспорта, да. Собрали все такие федлайнеры, сказали, ребята, мы самые главные. Реально, там такая крутизна. Я вообще, зачем вам нужны, говорю, мы вам. Вот все есть. Нам нужно статус. Мы чемпионы мира. Нашей федерации вообще в мире котируется. Мы руководим киберспортом в Европе. Нам не хватает просто статуса в стране. Я говорю, окей, давайте договариваться. А теперь что нам надо? Нам надо, чтобы то, что вы делаете, появилось в стандартах. Потому что одно дело, когда идет игра на диване, а другое дело, когда идет по регламенту в команде с правильной осаночкой, по стандартам обучения, образования. Это другая задача. Можете сделать такое для нас всех? Они говорят, ставьте задачу. Окей, ставим задачу. Следующий пункт. А где проходят соревнования? Сегодня строятся какие-то специальные арены в мире, строятся для киберкироарены. Стоп. У нас собираются… Сейчас увидим, там будет сейчас, да? Мы у нас в плане инфраструктура спорта. Крытые комплексы, мультипортивных комплексов. Вы нам можете ТЗ дать? Если нам все равно строить. Давайте мы сделаем так, чтобы ваши стандарты появились в наших проектах. Давайте мы там все договоримся об этом. Закончилось тем, что… А мы говорим, дайте нам еще возможность, докажите, что вы хотите. Я говорю, окей, давайте, давайте. Вот сегодня. Можно назад. Еще. Стоп. Вперед. Где? Агентство? С 1 февраля заработает агентство спорта. Это орган, который будет реализовать политику. Мы договорились, что в этом органе мы создаем структурную единицу, которая отвечает за киберспорт. Конкретно люди, которые будут отвечать за развитие киберспорта в стране. Кстати, у вас есть такая возможность сегодня. Если вам надо, мы можем по урбан-культуре сделать вот сюда отдел, который будет заниматься урбан-культурой. Но это от вас зависит. Хотите? Командуйте. Не, если вам надо. Егор, где ты там? Не надо, нет? Мы… Повторю, повторю для тебя. Для Егора. В агентстве спорта, которое сейчас формируется, после встречи с представителями киберспорта, мы договорились, что мы создаем здесь отдел, который будет заниматься развитием киберспорта. Если хотите, это формируется здесь. Вот прямо сейчас идет работа. Мы можем в структурные подразделения, которые будут заниматься развитием урбан-культуры. Если хотите. А, конечно. Мы подумаем. Это ваше дело. Идем дальше. Предложение озвучено. Теперь от вас зависит. А, я хотела сказать. Фотография – это не просто так. Это скейт-парк, который я придумала, как автор общественного бюджета в Киеве подала. Мы победили и реализовали его в Киеве. Это так просто. И ключевые изменения, которые мы будем достигать, какими инструментами – это освещенные и медийные программы. 2020 год – это главное, что мы хотим сделать. Это научить федерации, научить каждого тренера створить свой клуб, научить вчителя физического вихования стать тренером-инструктором, набрать группу после школы. Тобто, каждого научить, как с 2021 года перейти в систему спорта, не загубиться там, и навпаки, примножить и грошевые свои кошти, чтобы все развивались. Медийные программы, все инициативы, которые сейчас мы собираем по Украине, мы хотим подсвечить, чтобы вся страна знала, где в каком месте, какие инициативы классные, и до кого обратиться, чтобы помогли так же самим реализовать в другом месте. Также будет медийная программа «Великий шлях до Токео» Олимпийская. Півроку все будут чути про Олимпийцев все на всех каналах. Підготовка кадров – это главное для нас сейчас. И у нас нет даже сейчас, кого спецеалістам взять в министерство, потому что, в принципе, не готова индустрия. Каждую человеку шукаем в каждом регионе, витаскиваемо зараз в министерство, потому что нужно учиться, не только в Украине, нужно люди, которые видели, как работают в других странах, имеют свой опыт, и которые они смогут примножить наше наше работе. Как раз мы сейчас обменились в кулуарах с Егором. Нет возможности сегодня привлекать на госслужбу серьезных специалистов. То есть нам нужны специалисты, привлекать мы не можем, потому что нет там возможностей финансовой. И это сейчас один из больших-больших вопросов. Мы точно так же, как и вы, работаем сегодня с грантами. Мы обсуждаем эти вопросы. Кстати, у нас во вторник у нас большая сессия с основными, по-моему, там 6 или 8 грант-отдателей. Мы будем обсуждать, как все министерство наше будет в главе с министром. Мы будем показывать программы, что мы собираемся делать. Мы наработали уже 15 крупных программ, которые мы будем обсуждать со всеми фондами. Но даже вопрос сейчас не в этом вопрос стоит. Представьте себе, что вот эта система, она как-то работала. Вот мы сейчас даем себе отчет, что в системе, которая законсервированно не развивалась, именно эти дух государственной системы, на местах выросли сильные субъекты, которые намного по компетенциям, каждый по себе, да, выше, чем компетенции, сводные в министерстве, даже в нашей части. Вот я отвечаю за спорт, и я понимаю, что в нашей команде не хватает компетенций, потому что внутри вас столько развилось новых инициатив, и мы просто опоздали. Поэтому у нас к вам просьба, чтобы вы нам помогали своей индустрии ставить планку нам. А мы будем уже у вас учиться. Уже по-другому все идет. Мы хотим догнать вас в вас, и чтобы у нас институция, которая по идее должна управлять, в первую очередь сейчас она будет обучаться у вас, для того, чтобы нам подтянуться свои знания к вам. И так в каждой отрасли. Отдельная urban-культура, отдельная инфраструктура, отдельно спортивные достижения. К примеру, спортивные достижения. Очень много федераций, которые современные, работают из успеха. Но они настолько успешны, что им даже в министерстве не надо. Государство рассматривается как донор. Максимум. Пришли, попросили денег, получили свою и пошли заниматься. Да, результат есть. Да, мне такой хотелось быть. Но в чем заключается сама вот наш анализ? В системе субъектов, успешных субъектов, которые есть на рынке, государство не самый сильный субъект. И это мы понимаем, это наша проблема. И вот этот недостаток мы должны в себе устранить за ближайшее время. Мы честно себе признаемся, что мы не диктуем условия, не ставим задачи, а мы сейчас спрашиваем, учимся и нарабатываем свои отраслевые компетенции. О, это моя часть. Мы уже подняли, но есть цифры, которые мы можем уже озвучить. Да, это про вас. Я думаю, сейчас должны быть самые аплодисменты. Опять это про Егора. Значит, слишком много внимания сегодня, дай ему вообще. Но, ребята, я скажу то, что делает Егор. На самом деле, наверное, он у вас на стрее атаки, да, он там нападающий, в ваш там. Да, или капитан команды. Ротарь. Я понял. Наши планы. Первые четыре года, пять лет, первые, первые пять лет, это 24 мультиспортивные комплекса. В чем их идея? Это комплекс примерно для 15-18 видов спорта. И цель его раскручивать по стране, запустить систему национальных соревнований и низший уровень соревнований международных, там, класса БЭБы, как минимум. Помните, я вам сказал, 100 миллиардов и нет соревнований. Все хаотично. Сейчас мы вот в этом плане, вот здесь мы централизованно поступаем. Мы определим конкретные, ну, у нас сейчас есть спор, идет пока еще, между 25-ю и 40-ми видами спорта, которые будут сейчас целенаправленно финансироваться государством. Сейчас финансируется больше 100 видов спорта, так размазывается тонким слоем по всему. Причем мы хотим, чтобы это были четко организованные комплексы и чтобы в каждом регионе страны проходил национальный чемпионат 12-15 видов спорта. Мы по стране запустим систему соревнований по приоритетным видам спорта в ближайшие 5 лет. Это первая часть. Теперь вторая часть. Как раз то, о чем вы говорите. Это то же самое. В каждом регионе по одному мультиспортивный, я бы назвал это урбан парки, это правильно будет сказано. Вот то, что вы делаете в Харькове, вот это мы хотим сделать в каждом регионе страны. И это ваш успех. Вопрос как, это вопрос следующий будет. Есть, кому учиться, есть, кому брать примеры, есть продукт, который вы сегодня можете делать. И это вообще круто будет. Дальше 100 стадионов, новые формации, да, и стратегия инфраструктуры до 32-го года. Это вот наша сейчас задача. Место спорта, но мы просто не включили. Да, мы не включаем там еще отдельные проекты крупные, но они такие, они уже не региональные, они национального масштаба, их там два проекта всего. ДИЗИТАРИЗАЦИЯ это то, что для нас сейчас самое главное. Мы не знаем, сколько людей занимается спортом, кто эти люди, как их рахают, и как выделять деньги, и как выделять деньги, насколько массовый спорт. Мы хотим оцифровать всю галузь, реестри, есть реестри спортивной инфраструктуры, есть реестри, чтобы каждая людина, мы понимали, каким видом спорта она занимается. Если это место, кому выделять деньги, на дитину, на какой вид спорта, если она переходит в другой вид спорта, чтобы за ней шли деньги, в другой вид спорта. Потому что, ну, дети, они за год могут пять видов спорта изменить. Сейчас мы имеем, ДИЗИШ в вересне подают документы, пишут, что дитина есть в этой ДИЗИШ, она через месяц иде, но она еще рик-два в этой ДИЗИШ рассматриваются, как дитина, которая занимается спортом. Во-первых, она не занимается уже спортом, каким-нибудь другим видом спорта. 100% выделяется на основе анализов данных, сейчас это все в ручном режиме. Мы хотим, чтобы все понимали, куди идут кошти и чему, чтобы все видели в онлайн-режиме, куди эти кошти идут. Могу добавить, что сейчас ТЗ подготовлена у нас уже по этому проекту. Да, иде вговорение. Есть концепция, концепция диджитализации есть, она есть на сторинке в Телеграме SportUkraine. Можно дать сейчас свои пропозиции. SportUkraine просто в Телеграме. И там есть посилание на эту концепцию диджитализации. Роши ходят за послугою в регионах. Пилотные места Львов и Маріуполь, которые уже проводят. И мы будем в этом году дивиться, как они это проводят, чтобы потом эти практики поширить на другие места. Новые возможности для тренеров клубов. Тобто тренер может больше отримать денег. Если ты працюешь, если у тебя есть дети, или если ты как-то працюешь, у тебя чемпионы, ты отримаешь одну зарплату, пропорційно, постійно. Если у тебя нет детей, то родители сами понимают, какой тренер хорошо працюют, и ты не будешь просто отримать эти деньги, если ты не працюешь. В поведении якости надения послуг батьки будут понимать, насколько качественные послуги, або принимать эти услуги, або нет. И контакты Sport Ukraine 2030 можно всегда писать. Посилание на стратегию мы начнемо наступного тижня после презентации в Героинской Раде публичного обговорения цієї стратегии. И вносим зараз, мы на экспертов расселали, нам дали фидбэк, и мы его зараз постійно отправим цю стратегию. Это не кинцевый вариант, это драфт, который будет изменяться до принятия месяц-два будет изменяться постійно. Мы получаем какие-то отгуки, мы их обрабатываем или вносим, або отвечаем, что мы не принимаем. Еще одна важная вещь, которую мы сейчас запустили, мы уже об этом говорим. Смотрите, каждый серьезный проект имеет свое имя, свой бренд. Представляете себе, 28 лет развивается украинский спорт, и он свое имя не имеет. Поэтому мы подумали, подумали, не может такого быть, чтобы спорт не имел своего бренда. Сегодня уже предложение сделано, это будет называться спорт. спорт? Да. Ну, есть вперед вариантов, мы еще не показываем, но сейчас будем работать с консалтов компаниями и разработаем каким-то классным бренд, и все будут знать, что это бренд. Тут, например, тут любят спорт, и этот бренд будет на спортшколе, на клинице, где спортивный лекарь. Всюди этот бренд будет, и все будут понимать, что это спорт. И если это будет по всей стране, спорт будет на всей стране, он визуально будет… Узнаваем будет, да. То есть это будет узнаваемый такой узнаваемый бренд. Мы хотим, чтобы это было круто, чтобы был «U-спорт». Это было понятно. Спорт, спорт украинский. Это было, чтобы в мире понятно, чтобы все знали в мире, что это есть брендированный знак украинского спорта. Ребят, спасибо вам. Пытания, так? Есть вопросы или нет? Есть вопросы? Футболки будете делать вы. Мы сделаем бренд. Я сегодня лично приношу микрофоны. Добрый вечер, Андрей. Представляю, в общем, любим велоспорт. И вот маленький вопрос по поводу велоспорта. BMX – одно из новых направлений олимпийского, олимпийской дисциплины. Хотелось бы узнать из тех 100 миллиардов, которые, вы говорите, идут на какое-то строительство. Не видел. Не видел, я тоже не видел. Вот хотя бы какая-то сумма оттуда идет на строительство трека для BMX-рейсинга. Отвечаю. На олимпиаду ехать надо, детей надо где-то отсутствовать. Отвечаю. Смотрите, мы вам рассказали о тех объектах, которые мы сейчас не запустили. Мы проанализировали то, что начато было до нас. Вот в тех объектах трека там не было. А что теперь я знаю точно? Трек планируется в Донецкой области. Причем я сомневаюсь, что то, что там запланировано, можно сделать качественно. Потому что мне назвали сумму, и я, скажем так, улыбнулся. Назвали сумму 12 миллионов гривен. Такого быть в принципе не может. Я знаю, что ЦСКА планирует, вооруженные силы планируют делать проект. Объявлен тендер, я знаю, там победитель есть. Там очень серьезный проект международного уровня. Причем ребята, которые проектируют, проектировали трек в Баку на европейские игры, которые были в 2015 году. Этот проект уже, я знаю, что он в работе уже, тендер прошел, это будет в Киеве. Но вот этого проекта в том перечне не было, но я знаю, что он уже есть. Еще вопрос. Хорошо, а если есть определенные треки в максимальном состоянии, им какой-то форму не дается. Смотрите, какая формула. Например, для бомбин-стрейсов есть транс. Насыпан альпуазерами. Децентрализация. Смотри, какая система. Как это всегда было по инфраструктуре. Мы выработали единые правила сейчас. И все эти правила будут сейчас озвучены. Я вам озвучиваю сегодня впервые. Фонд, условно говоря, государственный. Там есть несколько вариантов финансирования. Через ДФРР, через Минспорта и через инвестпроекты. Вот три сегодня источника, которые идут сегодня через государство, можно финансировать инфраструктуру. Инициатор, как правило, это было или федерация, или город. Заходили напрямую к этим фондам. Там условия простые. Дайте нам проект. Дальше пошло-поехало. Значит, мы меняем правила. Никто не имеет права заходить на фонд и получать финансирование до тех пор, пока город не договорился с конкретной федерацией. Чтобы федерация не подсказала, не стала требованием для чего, для каких соревнований, по каким конкретным стандартам, пока не будут подписаны такие договора между городом и федерацией, никто за финансирование не приходит. Следующий пункт. Проект будет финансироваться, когда проектная документация соответствует стандартам Международных Федераций для проведения там и там дальше типа соревнований. Насколько я знаю, там всего есть в разных видах спорта, но там до пяти типов соревнований. Вот когда это будет понятно, тогда будет проект. Просто приходить, я хочу построить трек, или там у меня есть знакомый, не работает. Это тот вывод, который мы сделали, проанализировав проекты на 100 миллиардов. Добрый вечер. Насколько всем известно, сейчас в Украине происходит время реформ. Одна из них это админа моратория на землю и объединение громады, реформа децентрализации. Соответственно, есть какая-то концепция развития села и такой вопрос, будет ли спорт частью этой концепции и возможно ли это развитие. Как вас зовут? Данил. Откуда вы? Село Трачатая. Область? Харьковская область. Харьковская, отлично. Сколько людей у вас? ОТГ? ОТГ около тысячи человек. Не-не-не, это, наверное, в вашем селе, там, да, тысяча человек. А вот всего там в вашем ОТГ? Неизвестно, но там около 11. Все, окей, да. Два дня назад был форум, мы выступали как раз… Малые места. Малые места, да. Малые места в Илыке-Паримой. Давайте честно признаемся себе, что не в каждом населенном пункте может быть центральный стадион НСК Олимпийский. Давайте себе давать отчет. Можем ли мы остановить желание человека заниматься спортом в каждом населенном пункте? Не можем. Спорт будет всегда. Поэтому инициатива по развитию вида спорта должна соответствовать двум критериям. То есть она всегда будет. Но первое, первое критерие – это наличие тренера, который, ну, просто банально должен быть тренер. И второе – это инфраструктура. А теперь вопрос второй. Не наличие инфраструктуры, а возможность содержания инфраструктуры. Вопрос, за чьи деньги? То есть если сегодня местное самоуправление получало больше и больше бюджета, должно планировать источники финансирования, содержание инфраструктуры. А дальше включаются в механизм. Кто имеет возможность? Сельская рода мая можливости? Майя можливости. Местный бизнес мая можливости? Майя можливости. Папа-мама мая можливости? Майя. Майя. О, до этого было вам сказано то же самое. Это вот то же самое. Майкрософт об этом говорит. Тренера нет, инфраструктуры нет. Пока не будет тренера, не будет ничего. Одна из программ, которая зашита в массовом спорте, это программа «Здоровый ребенок». Там специальное предложение. Расширяю возможность учителя физической культуры, как тренера-инструктора, с возможностью зарабатывания денег, с возможностью полномочий ему и возможностью организации своего клуба. Кстати, это так перерастает в модель, деньги ходят за услугой, деньги ходят за ребенком. Как только это срабатывает, получается возможность из даже маленького бюджета финансировать вот ту услугу. Теперь вопрос. Какой вид спорта может быть у вас реально? Мы имеем сегодня или стадион, или в школе спортзал. И теперь дальше вырастает следующее. Какие спортзалы, виды спорта? Все. Мы четко понимаем, что если тысяча человек населения, мы за эти рамки не выйдем. Легкая атлетика, бегаем кроссы, тренер нас консультирует. Это значит, что мы не имеем возможности заниматься спортом. Вот я, лично я, вырос в городке, там 15 тысяч населения, один спортзал был, фастфутбольный стадион. Мне не мешает совершенно быть спортсменом в 58 лет. Плануется внести изменения до социальных стандартов, потому что, ну, министерство не может впливать на места, на ОТГ, ніяк взагалі. Мы можем лише рекомендувать, мы будем рекомендувать, но через социальные стандарты мы можем внести обовязковость надения 100% населення, возможности заниматься физической активностью. Если быть активным, там есть. Мы обязаны дать возможность. Вот все. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. Я просто что-то задумывался. ли вы в новой программе, если вы пишете новую программу, думали и прописывали ту часть, где вот на сегодняшний день там тренера и организаторы, которые работают в части, государственной части, если они не воруют, они не могут заработать много денег. Есть какая-то мотивационная программа или как-то прописано по законодательству, чтобы зарабатывали деньги вот тренера, ну, например, достигая результата его, когда, ну, значит, их там, ребенок, не ребенок, спортсмен достигает некий результат, он, например, там как-то зарабатывает больше. Или же если он является там директором спортивной школы, то если он, если у него больше процентов занимается людей, чем в других, то он тоже как-то может заработать больше. Просто мне кажется, это очень отличает вот эти возможности, когда ты работаешь в государственных структурах или же в частных. Вот потому я думал, или вы думали об этом. Раймонд, да? Смотрите, вот в вашем вопросе целый комплекс задач, и они здесь комплексно пронизаны всем. Первый пункт – это деньги ходят за услугой. Что это значит? Вот сегодня работает у нас в основном система DUS- США. Как это работает, вы знаете. Вы приходите к тренеру, а он начинает вас тестировать и отбирать. А деньги у него. И у него, у директора DUS- США деньги. Меняем систему. Деньги у меня. Я прихожу к тренеру. У нас, допустим, есть тест. Четыре года назад, в пятнадцатом году, когда у нас реформа… В четырнадцатом году я был одним из инициаторов реформы спорта, она провалилась успешно. Мы год готовились, и в ноябре месяце нас завалили. Не добежали мы. После этого я предложил, тогда я был вице-президентом Федерации плавания, и предложил коллегам не останавливаться, а просто протестировать нашу модель на нашем виде спорта, конкретно в каком-то городе. Я написал письма всем мэрам городов областных центров. Мне ответил город Черновцы. Я приехал в Черновцы к мэру города, поговорил, есть у вас бассейн? Он говорит, нет. Нормально. Как будем развивать? Давайте писать программу. Мы шесть месяцев писали программу по развитию плавания в городе Черновца. Мы подготовили программу. Там было… в программе было восемь… девять проектов. Инфраструктурные, обучение тренеров. Пока мы писали, открылся первый фитнес-центр на три дорожки с плаванием. В декабре месяце на сессии городского совета мы впервые приели пятилетнюю программу развития плавания. Голосовали все депутаты. Я докладывал лично, я сам писал программу для Черновцов. Депутаты все вставали и говорили, как так может быть? У нас весь бюджет спорта 11 миллионов, а мы на плавание принимаем 87. Я говорю, вы оглянитесь, гляньте на себя. Все стоят вот так вот и все поднимают руки за мной. Мы начали планировать на пять лет. Первый проект, самый главный, что мы сделали. Бассейна коммунального нет. Мы предложили фитнес-центру предоставить дорожки. Простая вещь. Попросил депутатов не организовывать ДСШ. Они, как, а кто будет управлять? Предложите частным клубом тренером стать клубами. Тут же организовывались два клуба, сразу же. А школьным родителям сказали, давайте вы соберите желающих, кто хочет обучаться плаванию. Тренеры предложили свои программы. Один говорит, я обучу за 4 урока. Один говорит, я за 32. Окей. Дали возможность и одному тренеру, и второму. Дорожки разделили. А теперь вот два тренера. Деньги находятся у родителей. Город платит. А, еще что мы сделали? Мы спросили, провели анкетирование всех школ, учителей, черновцов, родителей, детей первого, четвертого класса. С одним вопросом. Сколько денег вы готовы заплатить за то, чтобы ваш ребенок обучился плавать? И там 100%, 50% или 0%. 78% родителей написали, они готовы платить 100% за то, что их ребенок научился плавать. То есть, когда мы предложили статистику на депутата, они сказали местным, стоп, 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 подожди, мы тоже хотим, чтобы мы там поучаствовали. Я говорю, окей, вы оплачиваете фитнес-центру дорожки, воду, а родители напрямую оплачивают тренеру. Через два года, нет, через, сегодня у нас 14-й, запустился в 16-м году, в 17-м, в 18-м году, отработали 16-й, 17-й, 18-й. На третий год сборная команда черновцов по детям стала первая в Украине. С тремя дорожками на бассейне. До сих пор нет еще. Они там еще проектируют, строят, реконструируют бассейн первый. В этом году они стали первой, уже в национальной сборной команде появляются дети. Тренеры получают 15-18 тысяч гривен, но самое главное не это. Приходит мама с ребенком к тренеру. Он ей, им показывает программу. Они не соглашаются, идут к другому тренеру. Они выбирают, кому отдать деньги. Это ключевая вещь заработки. Никто не спрашивает, какая твоя категория, какой у тебя мастер спорта, не мастер спорта, чем ты занимался. Начинаются отношения. После того, как это все отношения, через два года отношений, появляется конкуренция. Тренеры, никто тренеров не обучает. Тренеры едут за рубеж, потому что у них такая конкуренция, они уже научились разговаривать. Потому что приходит ребенок и говорит, мама, на меня тренер накричал. Правда? Идем, сынок, к другому тренеру. Право выбора – это офигительная вещь, особенно в системе ДЭЮ США, когда она работает. Это конкуренция, которая дает возможность перевернуть систему. Почему мы говорим, что дайте денег родителям, они выберут, куда дать ребенка, особенно в первом этапе. Дальше, следующий этап, там уже да, там где нужно мастерство повышать, там уже другой уровень, наверное, там будем передаваться уже. Но на раннем уровне тот заработок, о котором вы говорите, рождается вот здесь. Кто управляет деньгами? Как только деньги заходят напрямую в структуру, там управляют система. Как только заходят через клиента, как работают фитнес-клубы? Смотрите, я вам скажу статистику. А все меряется количеством людей на единиц измерения, количество человек, которые входят в какой-то спортивный центр. Все так меряется. Мы сегодня имеем в Украине, ну, вот считаем там, от четырех, какие у вас сегодня фитнес-клубы стоимости? Скажите. Сколько? Год. Шесть тысяч. Да, в Киеве там от четырех, ну, там дальше, да, в среднем где-то восемь-десять тысяч, это топ-клуб уже такой системный, с бассейнами, где все работает. Смотрите, клуб, получая деньги через клиентов, имеют рыночную зарплату, оплачивает электроэнергию, все оплачивает. Хотите знать, сколько сегодня стоит на одного человека в системе ДСШ? Кто знает, сколько стоит сегодня? Сколько стоит, где Алексей? Сколько стоит в системе ДСШ один ребенок сегодня в Харькове? Кто знает? Хочу сказать, что сто процентов больше, чем восемь тысяч. В Киеве вам тысяча триста гривен в месяц. А в Киеве стоит, сегодня в Киеве стоит 15 с чем-то тысяч один ребенок стоимости. Понимаете, насколько система другая, модель другая, все неэффективно. Начиная там от управления, заканчивая, модель другая. Можем ли мы эту систему сломать? Вот так вот, не можем. Поэтому мы говорим, мы выравниваем права ДЭЮ США и спортивного клуба, а дальше конкуренция и право выбора. Это ответ на то, можем зарабатывать, можем только через модель поменять. Мы включаем экономику, мы говорим, важно спорт. Конечно, важно спорт, но включаем экономические рычаги рыночные. Нам важно, чтобы рынок был важный момент, в котором мы упустили. На третье, что такое конкуренция? Мы живем в конкурентном поле. Вот вы работаете в конкурентном поле, точно, вы сами зарабатываете, да, бизнес работает в конкурентном поле. Смотрите, в системе спорта конкурируют только спортсмены. Представляете, самая конкурентная среда вообще в мире и конкурируют только спортсмены. Тренеры сильно конкурируют, частично да, спортсменами. А все остальное окружение не конкурирует в нашей стране. Директора ДУШа конкурирует? Не конкурирует. Руководители спортивных центров конкурируют? Не конкурируют. Технические службы спортивных центров конкурируют? Не конкурируют. Конкурирует ли управление спорта районного отделения? Не конкурирует. Конкурируют ли внутри федерации? Идет ли конкуренция? Практически не идет. Конкурируют ли с федерацией за право быть главной федерацией в стране? Не конкурируют. Представьте себе, точнее не представьте, поймите, что конкурентного поля системы координат, которая бы цивилизованно работала в условиях конкуренции в спорте сегодня в Украине, не существует. Вот это самый главный месседж, который мы сейчас отрабатываем. Конкурентного поля в среде, оно существует только на соревновании среди спортсмена и тренера. Все. Не может быть индустрия, помните, мы говорили, создание экосистемы спорта. Не может экосистема быть конкурентной, выдавать конкурентный продукт в мировом пространстве, если она внутри неконкурентна. Спасибо большое. Очень неправильные вещи. Вопрос такой, и в течение какого времени, ну если вы как человек все-таки с опытом, ну это такой идеальный мир мы обрисовали, в который мы верим, и как бы я надеюсь, что вы тоже верите. Сколько надо времени, чтобы это могло бы, например, в Украине заработать? Может, начну я вопрос с верите. Я ушел из федерации в марте месяца этого года, потому что не поверил в то, что это вообще возможно. Меня вернул в проект вот мои друзья и министр Бородянский. Они знают, не буду говорить. Теперь, если бы я не верил, я этим не занимался. У меня есть чем жить заниматься. Я успешный человек. У меня 25 лет опыта бизнеса серьезного. Лучшая компания, которая занимается сегодня в этой стране с спортивными сооружениями. Теперь, сколько нужно времени? Я думаю, что 5 лет это будет начало, вот, видимо, успеха. Ну, по большому счету вы обрисовали систему Америки. Ну, в Америке очень много... Я больше Европу. Я больше Европу смотрю. Очень много похожих моментов и в Америке, и в Европе. Европу больше. Мы ориентируемся все-таки на... Помните, мы сказали вначале, здесь Америка. Модель есть Китай и Европа. Мы не потянем Америку. У нас много... У нас есть социальная составляющая большая. И мы должны здесь использовать разные точки финансирования. И это очень важная часть. Государство обязано раскручивать. Я вам так скажу. Я сторонник того, что государство людям ничего не должно. Мы все должны договариваться. Вот односторонне должно не быть. Но! Вот, наверное, это не я сказал, сказал бородянский министр, что вот это государство людям должно. Вот этот период нужно догнать, что государство должно повернуться лицом к людям и сказать, ребят, мы и есть государство. Мы... Это не что-то там, вот кто-то там сверху. Не-не-не, нет такого. Это мы и есть. И сейчас наша задача, вот мы делали с Леной, с нашими коллегами, мы собирали наших всех субъектов, всех наших представителей, все спортивные федерации, Национальный комитет, Паралимпический комитет, районные управления, приезжая очень много, приезжая. Университеты спортивные, медучреждения. Мы всех собрали вместе и нарисовали такую... Сказали, для чего мы собираем вас? Для чего мы пригласили вас? Вы все эксперты. Вы каждый приехал на нашу встречу, на встречу с органами власти на своем автомобиле. Мы такую дорогу нарисовали. И такие машины здесь, развязка, и постоянно машины ездят на дороге. Мы предлагаем каждому машину свою оставить на стоянке. Ну, условно, машину. Оставить на стоянке. Выйти сюда, в наш зал, сесть и сказать. Никого другого в этой стране, кто может спроектировать новую систему спорта, нет. Давайте мы все вместе договоримся, что мы экспертное сообщество. Мы наши машины там оставили. Мы проектируем дорогу новую. Давайте мы запроектируем новую дорогу. Скажем, вот она все запроектирована. А потом сядем в свои машины и по ним поедем. Будем по ним конкурировать. По этой дороге сфорентированной. Потому что та дорога, по которой мы сейчас едем, она нас не туда ведет. Это вот на вопрос, какая система. Больше европейская. Окей, спасибо большое. Надеюсь, вопросов больше. Давай, последний вопрос, только кратко, пожалуйста. Мы уже перетянули тайминг. Один, два. Доброго дня. Колесник Микола, керівник громадской организации Сумська областная федерація стритворкаут. У меня самопитание. На ваших слайдах поряд с официйными та неофицийными видами спорта появилась урбан культура. И, если не помиляюсь, плануете 25 мультикомплексов? Четыре. Двадцать четыре. Саме чи визначено... Один уже есть. Чи визначено хотів спитати, який відсоток буде там представлений урбан культури, чи буде це повністю, чи там будуть якісь окремість субкультури? І, ну, ще таке маленьке питання. Ви сказали, будуть федерації, клуби. І, якщо там буде урбан культура також представлена, чи я правильно розумію, що громадські організації, в яких ви будете потребувати якогось результата певного, будуть звертатися до агентства, наприклад, у нас немає можливості розвивати свою далі субкультуру. І ми хочемо, як ви сказали, там куби будуть. Чи буде якась державна підтримка саме у розвитку, наприклад, у відкритті саме свого напрямку субкультури? Через Національний фонд розвитку спорту там будуть грантові програми на інституційний розвиток. Тобто не на просто проїдання коштів, а ви будете писати програму, казати, нам треба на це, на це, на це, на це, і вам будуть виділятися на це кошти. Але не постійно, а на якийсь старт, щоб ви змогли стартанути. А в цих комплексах вже передбачено саме деякі види, я так розуміє, так? Субкультури. Як це буде? Ми об'єділяємо ключові види спорту, в якій повинні бути в мультикомплексах. Урбан парків – це більше в вашій части. Це ви определяєте. Ми будемо споветовуватися з вами, з вашим сообществом, які повинні бути вони. Тому що з того, що ви зараз зробили, нам туди ще біжати і біжати. Нам потрібно, ми будемо вас спрашувати, як правильно зробити. Дякую. Все, ребят, давайте аплодисменты. Спасибо, ребят. Більше спасибо. Спасибо.